Смотрите, вас слушают, я там немножко поспрашивала про вас, ну там какие-то сплетни слышала, их повторять не буду, кто вам помогает, кто вам денежек дает и так далее. Мне денежки? Ну, там называют фамилии каких-то депутатов и так далее, не знаю, да, но называют. Вот это интересно. Я поэтому и не повторяю, потому что я не уверена, что это правда, поэтому я как бы повторять не буду. Нет, ну у меня есть некие семейные связи, но конкретно денег мне никто не дает. У нас в семье не принято. Миш, какие у вас семейные связи? Я не буду говорить, но я просто к тому, что у нас... Я сейчас говорю про помощь проекту, не там, кто вам дает на хлеб. Нет, помощь проекта это занимается Юра, то есть финансированием занимается Юра. И вы не знаете, кто помогает, да? Абсолютно, меня это вообще не интересует. Вы с ним никогда это не обсуждаете? Вообще не интересует, не хочу даже знать. То есть на этом этапе бардыш тратится? Да. А вы живете на те деньги, которые он вам дает, или которые вы зарабатываете отдельно песнями, или еще что-то, не знаю. Нет, во-первых, у меня есть свой проект. Какие у вас взаимоотношения? Во-первых, у меня свой проект. Тот же старый чехословацкий Миша Крупин, который всегда будет через 100-200 лет петь виски со льдом. Виски со льдом, не виски со льдом, все глуп хотят мое виски со льдом, все просят бармена об одном, я виски со льдом, да не виски со льдом. Вот, у меня заказывают песни. Конечно, я их не хотя сейчас пишу, но все равно пишу. Ну и сейчас роялти у меня еще какие-то там появляются. Ай! 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 Ай!